Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказывал поразительные истории о людях и событиях начала XX века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. Чтобы вам было потеплее, с началом зимы мы начинаем новый сезон «Закат империи». И он будет долгим. До конца зимы мы точно будем с вами встречаться по понедельникам. Я по вам соскучился. Надеюсь, что и вы тоже. И если вы и правда скучали, у меня для вас есть просьба небольшая. Будет очень классно, если вы в честь начала нового сезона черкнёте пару строк о подкасте где-нибудь у себя в соцсетях. Там, например, сториз можно запульнуть или в Твиттере написать или где-нибудь ещё. А ещё призываю вас подписываться на соцсети подкаста. Там классные фотки, там рекомендации книжек, там истории забавные и мемы тоже бывают. А ещё, если вы прямо всерьёз хотите нас поддержать, то подписывайтесь на Patreon или Boosty подкаста или на подписку «Либо-либо плюс» в Apple подкастах или на платный телеграм-канал студии. Там везде будут выходить дополнительные материалы к выпускам. И это, правда, нас всех очень поддерживает. Зима никому не даётся легко. И поэтому отдельная большая благодарность партнёру и другу подкаста компании «Селектал». Это ведущий провайдер IT-инфраструктуры с несколькими дата-центрами в России и облаком собственной разработки. Уже больше 23 тысяч клиентов развернули свои проекты на инфраструктуру «Селектал», чтобы обучать нейросети, развивать сложные IT-продукты, просто разместить сайт своего интернет-магазина или поддерживать стабильную работу приложения. «Селектал» поддерживает «Закат Империи» уже шестой сезон подряд. Некоторые за это время успевают жениться и развестись. Мы, как видите, живём душа в душу. И в этом сезоне мы продолжаем рубрику «Эврика». И в ней мы будем рассказывать об изобретениях прошлого, которые меняли правила игры и влияют на нашу жизнь до сих пор. В 1914 году киностудия Александра Дранкова начала работу над детективным киносериалом «Сонька. Золотая ручка». Этот многосерийный фильм стал прям настоящим блокбастером и даже, наверное, вообще самым популярным дореволюционным фильмом. И, кстати говоря, про Дранкова у меня есть прям отдельный выпуск в третьем сезоне про битву киномагнатов. В этом сериале рассказывалась история знаменитой преступницы Софьи Блюфштейн, известной как раз под кличкой «Сонька. Золотая ручка». Главная роль в фильме досталась актрисе Нине Гоффман. И позже, когда права на сериал Дранков передал другой студии и состав весь актёров поменялся, Нина Гоффман всё равно продолжала играть Соньку. Дранков был известным продюсером и большим профессионалом по созданию остросюжетных лент. А в отношении денег он был одновременно и безалаберен, и прижимист. И поэтому именно в этой ленте впервые в истории кинематографии в России появился «Продакт Плейсмент». «Продакт Плейсмент» — это такая скрытая реклама, когда в кино как будто бы совершенно естественно появляются разные бренды и продукты, ну типа как, да, знаете, Джеймс Бонд ездит на Аустон-Мартине. И вот Нина Гоффман вспоминала. «Для эпизодов, где Сонька выступает шикарной женщиной, необходимы были шикарные костюмы, которые на своё жалование я приобрести не могла. Но на помощь пришла реклама. Портниха Корецкая предложила свои услуги и был заснят кадр. Я выхожу из её подъезда, она прощается со мной, а на парадном красуется дощечка, рекламирующая её ателье. За это я имела роскошные туалеты, которые после съёмок нужно было возвращать». Ну, сейчас Product Placement далеко не единственный рекламный инструмент, как видите. Гораздо популярнее и Digital реклама, потому что она более разнообразна по форматам, опирается на большее количество данных о пользователях и позволяет проще отследить эффективность компании. Для запуска собственной рекламной платформы, хранения данных о клиентах, анализа больших данных и для других целей вы можете использовать сервисы Selectel, например, облачная база данных, объектное хранилище или даже преднастроенную платформу для машинного обучения. А если ваша реклама окажется эффективной, чего мы вам желаем, и приведёт тысячи новых клиентов на ваш сайт или в приложение, то инфраструктура Selectel быстро масштабируется и поможет справиться с резким ростом трафика без простоя вашего сервиса. Узнать больше о сервисах компании можно по ссылке в описании. А ещё у Selectel отличный телеграм-канал с актуальной информацией из IT-индустрии. А ещё подписывайтесь на телеграм-канал «Закаты империи», потому что там по средам будут посты с рубрикой «Эврика». В эту среду, например, я выложу отрывок из фильма про Соньку. Все ссылки в описании этого выпуска. Разъезжает со свитой чинов всех ведомств, действует от имени государя и упраздняет распоряжение всех министров и не считается с китайским правительством. Хлестаков Гоголя – щенок и мальчишка с этим новым Хлестаковым начала 20-го столетия. Несомненно, что власть на месте подорвана. Витте, Ламсдорф и я с тревогой следим за действиями Безобразова и в особенности тревожимся личную переписку государя с этим фантазёром и авантюристом. Ого! Это кто это вообще так неполиткорректно высказывается о фаворите Николая Второго, об уважаемом Александре Михайловиче Безобразове? А это военный министр, генерал Алексей Куропаткин. И он пишет такие строки в своём дневнике 3 марта 1903 года. И в «Союзники» к себе записывает, как видите, министра финансов Сергея Витте и министра иностранных дел Владимира Ламсдорфа. В историю вошло такое словосочетание «безобразовская авантюра» или «безобразовская клика». Клика – это как бы такая банда, шайка великосветских прощелык, крупных бизнесменов, родственников царя и чиновников разных, которые выступали за самое активное участие России на Дальнем Востоке, вплоть до силового. Главным действующим лицом в этой кампании и был Александр Безобразов. А запомнилась эта кампания больше всего лесными концессиями в Корее. Вот смотрите. Меньше чем через год, после того, как генерал Куропаткин повозмущается Безобразовым в своём дневнике, японский флот совершит нападение на русские корабли в Порт-Артурии, Корее. И так, без объявления, начнётся несчастная для России война с Японией. Ещё через полтора года эта война закончится поражением России, а по всей стране будет бушевать революция. И если вы откроете любую статью о причинах начала русско-японской войны, то обязательно увидите там лесные концессии на реке Ялу и фамилию Безобразова. Что это за человек такой, из-за которого японцы решились начать войну с огромной империей? Река Ялу и сейчас является естественной границей между Кореей и Китаем. В 1896 году один купец из Владивостока арендовал у Кореи здесь земли для лесозаготовок. Дело не пошло, оно оказалось, по-видимому, невыгодным, и в результате некоторых перепродаж через несколько лет, в 1899 году, этот бизнес-проект оказался в руках группы инвесторов. И очень непростых. Здесь были офицеры гвардии и разные предприниматели со связями при дворе. Главными тут были кавалергарды Владимир Вандлеровский и Александр Безобразов. Оба из очень уважаемых и богатых родов. Вандлеровский был в близких отношениях с министром внутренних дел Плеве и с великим князем Александром Михайловичем, как его называли в семье, Сандро. А Сандро был женат на младшей сестре царя Ксении, и вот в то время он, пожалуй, вообще был самым близким другом Николая Второго. Короче, респектабельнейшие богачи зачем-то купили концессии в полной глуши на границе Кореи и Китая за тысячи километров от Петербурга и к тому же еще и убыточные, суть по всему. Зачем? Ну как зачем? Убытки или прибыль тут вообще не играют никакой роли. Здесь главное — геополитика. Надо проникать в ближайшие пограничья России. И нет удобнее предлога для проникновения, чем бизнес. Тем более, что вот по соседству в северном Китае, ну то есть в Маньчжурии, русские уже вообще ведут себя как дома, строят китайско-восточную железную дорогу, город Харбин, тут и казаки российские на охране железной дороги служат, и китайцы работают на стройке, и Маньчжурия уже вообще считается наша, и надо смотреть дальше, а дальше — Корея. А в Корее уже японцы шерудят. Ну, в принципе, кто такие японцы? Японцы нам не помеха. Они полвека назад еще вообще на деревянных лодках плавали, так что подвинутся, не обломаются. Так, да. Кто у нас больше всех рулит российскими делами в Маньчжурии? Под чьим началом строится китайско-восточная железная дорога? И кому подчиняется местная как бы охрана, а на деле такая казачья ЧВК? Подчиняется это все министру финансов. То есть всесильный граф Сергей Юльевич Витте тут все держит под контролем, осуществляет такое мягкое проникновение в Китай. И наши великосветские концессионеры идут к Сергею Юльевичу и презентуют свой проект. Под видом лесного бизнеса просочиться в Северную Корею. Ну, типа, вы же, Сергей Юльевич, примерно тем же самым занимаетесь, только в Маньчжурии. Что думаете? И Витте идею не оценил. То ли это слишком мелко для него, то ли вообще нечего лезть в Корею, пока мы с Маньчжурией не разобрались, то ли он не хотел конкуренции, то ли он разглядел в безобразове компании недотепы и фарфаронов. В воспоминаниях своих, которые были написаны гораздо позже, он вообще о разговоре с безобразовым скромно умалчивает, но оттестовывает его так. Безобразов. Один из целой плеяды авантюристов, проявивших себя в последнее время в России. Что касается Безобразова, который сыграл такую видную роль в авантюре, приведшей нас к войне с Японией, то относительно его личности являются естественно вопросы, каким образом мог он, будучи честным человеком, проделать всю эту авантюру. К авантюре мы еще подойдем, но надо объяснить этот факт. Как-то он честный человек и вдруг авантюрист. И Витта объясняет этот факт. Совсем не скромно он приводит слова жены Безобразова о ее муже. Никак не могу понять, каким образом Саша может играть такую громадную роль, неужели не замечают и не знают, что он полупомешанный. Я, правда, вас предостерегу от излишнего доверия Сергею Юльевичу и его воспоминаниям, потому что интриган, он известный. Если почитать эти воспоминания, он вообще чуть ли не единственный, стоял посреди России в белом пальто, окруженный просто пигмеями. Ну, короче, так или иначе. Витта Безобразовой компании в помощи отказал. Ну и что? Отказал и отказал. Мы пойдем просто сразу к Николаю нашему Александровичу. И вот в 1899 году Сандро, тот, который великий князь и друг царя, пишет своему Шурину докладную записку с такими вот словами. Есть возможность при помощи будущей восточно-азиатской компании прочно утвердиться в Северной Корее и подготовить совершенно мирный переход ее в наши руки. Но для этого необходимо полное, вполне искренняя поддержка Министерства иностранных дел и в частности нашего поверенного в делах в Корее. Для более успешного ведения дела в Северной Корее желательно соглашение с Японией, по которому Японии предоставляется Южная Корея, а России Северная. Это разделение Кореи не должно быть фактическое. То есть ни Япония, ни Россия не имеют права ввести немедленно по соглашению ни своего управления, ни своих войск, но экономическое. То есть раздача концессий, постройка портов, железных дорог и тому подобного могут предприниматься только с разрешения России и Японии. Что думает про это все Николай Второй? Он думает офигенно. Просто тема. Надо брать. Что думают про это японцы? Японцы думают такие типа ну офигенно вообще вы такие простые ребята мы не знаем. Что думают корейцы про это? Ну их вообще честно говоря не спрашивают. Собственно говоря и японцев то не особо спросили. Хотя про взгляды Японии на Корею, Россию и Китай я чуть-чуть позже расскажу. А сейчас надо объяснить сначала что это за восточно-азиатская компания с помощью которой предполагается прочно утвердиться в Северной Корее. А это и есть наши лесные концессии на реке Елу. Ну то есть эти концессии это как бы такая личинка будущей компании. Это у нас будет не просто лесхоз. У нас это будет что-то вроде Ост-Индской компании которая фактически управляла Индией от лица Великобритании. Со своей армией, флотом и валютой. Понимаете теперь зачем элита Петербурга вписалась в далекие и убыточные лесные концессии? Потому что тут скоро будет очень-очень много денег. Но и деньги не главное. Мы с вами ребята послужим для раздвижения границ России. А то они знаете какие-то недостаточно протяженные. Да, но вышел облом. Потому что тяжеловес Витта смог убедить молодого императора что эта идея авантюрная и несвоевременная и проект не получил поддержки государства. Но ни Безобразов, ни его компания, ни Николая Второй эту идею не забыли. Так, давайте теперь немножечко посмотрим какие планы у Японии на Корею и вообще что там происходит в регионе. Значит, у нас Россия через Маньчжурию строит железную дорогу во Владивосток. Так, короче, путь. За год до описываемых событий русский флот вошел в порт Артур. Это китайский порт. Он туда зашел под предлогом защиты города от захвата немцами. Ну и как-то там и остался. Через некоторое время Россия вообще арендовала порт Артуру Китая. И причем тут не обошлось без огромных взяток китайским чиновникам. Да, и теперь у нас уже строится еще одна ветка китайско-восточной железной дороги из Харбина в порт Артур. В этом регионе много российских инженеров и рабочих купцов казаков половина населения Харбина это подданные русского царя. Еще в Китае начинается восстание ихэтуаней. Китайцам надоело, что у них в стране западные державы ведут себя просто как дома. И вот для защиты русскоязычного населения в северный Китай входит русская армия. А когда восстание ихэтуаней подавили то российские войска как-то не спешат уходить. Но правда России под давлением США Англии и Японии пришлось подписать договор о постепенном выводе войск. Три этапа. Первый этап был соблюден в срок а вот с остальными как-то все подзатянулось и вообще в дальнейшем вопрос эвакуации российских войск из Китая был очень острым. Запомните это пожалуйста. Кстати говоря в двух словах Сергею Юрьевичу Витте вся военизированная движуха совсем не нравится. Он предпочитает колонизировать Северный Китай экономическими методами. Железную дорогу строить, земли выкупать и банки открывать. Грубая военная сила казалась ему очень олдскульной, ненадежной и опасной. Лучше медленнее и ненасильственно, но знаете наверняка. Вот захват Порт-Артура он вообще не одобрял. Теперь посмотрим на Японию. Что делает Япония? А Япония делает то же самое, что и Россия, только не в Маньчжурии, а в Корее. Япония имела военные гарнизоны в Сеуле, Пусане и Вансане, владела железными дорогами, контролировала маяки на побережье. 72% внешней торговли Кореи приходилось на Японию. То есть у нас, когда Сандро лоббирует вот эту вот компанию Безобразова царю и предлагает там поделить Корею с японцами напополам, вам юг, а нам север, японцы-то уже фактически всю эту Корею контролируют. Они там сидят с военными гарнизонами и экономика направлена на Японию. Ну то есть как будто бы Сандро, Безобразов и компания предлагают сказать японцам уводить-ка все свои войска из Кореи, Корея демилитаризуется. В северной ее части всю экономику будем контролировать мы. И что мы вам дадим взамен этого? Ну, мы не будем против того, что вы будете колонизировать Корею Южную. Не звучит как выгодная сделка. Между тем японцы вообще-то сами очень обеспокоены военным присутствием России в Маньчжурии. Типа, ребят, а зачем вам вообще столько много вооруженной силы здесь? И вы там подписали же договор с Китаем о выводе войск. И Россия такая да, да, подписали, вот мы уже первую часть вывели. И у них спрашивают, а как насчет второй части? И Россия такая да, 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 мы уже прям выходим вообще, сейчас вот только чаю попьем, покурим и уже уходим, только чаю сейчас попьем. Все, мы уходим, ребят. И вот таким образом прошло несколько лет. Лесхоз этот на реке Елу работал, но без особого размаха и без особенных прибылей, но ни безобразов, ни группы инвесторов потенциальной вот этой восточно-азиатской промышленной компании не отказались от своих планов. И вот в январе 1903 года совершенно неожиданно для министра финансов Витте Николай II дает ему распоряжение выделить кредит на 2 миллиона рублей цитирую для целей известных его величеству на имя капитана гвардии Безобразова. Дело в том, что за предыдущие месяцы Безобразов усиленно и успешно втирался в доверие к царю. Они подолгу беседовали вместе, и императору очень импонировала смелость Безобразова и его взгляды. Ну, просто понимаете, вот как бывает, ты даешь какому-нибудь министру поручение каким-то быстрым и очевидным образом разрулить проблему какую-нибудь. Этот министр уходит, через неделю возвращается и вываливает на тебя просто кучу подробностей и деталей, из которых следует, что сделать так, как хочет царь, совершенно невозможно, а делать надо даже совсем и наоборот. От этого устаешь, а с Александром Безобразовым очень легко, потому что и Николай Александрович, и Александр Михайлович, они фактически из одного круга, из очень узкой и крайне привилегированной касты гвардейских офицеров. Ну, потому что Николай Второй тоже гвардейский офицер, он полковник. Это люди как бы из одного пузыря. У них общие взгляды, у них общая культура, они отлично друг друга понимают. Тут, наверное, стоит пояснить вот что. Каста гвардейских офицеров до революции это такая общность аналогов которой сейчас совершенно не существует. Представьте себе невероятно воспитанных, элегантных и крайне богатых мужчин, каждый из которых знает как минимум два иностранных языка, но они не имеют высшего образования. Ну, то есть, да, у Николая Второго, если что, высшего образования не было. В общем, их кругозор несколько ограничен. Все они крайне патриотичны и служат в армии, точнее, в самой элите армии, в гвардии. И вот именно этот круг и есть самый близкий к Николаю. Именно отсюда Николай Второй набирает губернаторов. Именно в этой среде он находит полное взаимопонимание и поддержку. От чиновников чувствуешь усталость и перегруз, а вот съездить, например, на полковой праздник родного преображенского полка, это на День Преображения Господня, Николай очень любил, отдыхал там душой. И вот Александр Михайлович Безобразов точно такой же. Вряд ли он был сумасшедшим, как его охарактеризовал Витте, но он, безусловно, был крайне порядочным и светским человеком. Он был патриотом и он видел простые способы решения проблем. Профессиональные чиновники не смелы и осторожны. Они там копаются в бумагах что-то, они боятся однозначно что-то сказать, и на каждое да, у них есть но. А Безобразов офицер. Он видит проблему, он решает проблему во славу России, и он готов принять на себя ответственность за свои смелые решения. И Николаю Второму безусловно приятно видеть человека, который, во-первых, разделяет его взгляды, в смысле активного расширения на восток, а во-вторых, не видит к этому препятствий. И Николай Второй говорит Витте, чтоб тот не волновался за деньги, и что два миллиона безобразов вряд ли потратит, это просто, я цитирую, для придания веса и значения порученному мной делу. Николай дает Безобразову самые широкие полномочия, которые, впрочем, нигде вообще-то не зафиксированы, и тут начинается как раз самая восхитительная часть этой истории. Михаил Александрович Безобразов едет на Дальний Восток, и именно из-за этого путешествия жестоко просто бомбит военного министра генерала Куропаткина, который как раз и называет Безобразова новым Хлестаковым в это самое время. Итак, 24 января 1903 года агент в Мукдене, это такой город в Маньчжури, сообщает, жизнь здесь вращается вокруг Безобразова и его спутников. Устраивались обеды и ужины, ответные обеды и ответные ужины, поднимались тосты за союз Китая и России. В другом сообщении говорилось, что на местах все в курсе того, что Безобразову выдали 2 миллиона рублей, и внимание к нему просто огромное. Вокруг Безобразова вьется куча людей, он раздает шикарные подарки местной администрации, китайским чиновникам, и, наконец, он отбывает то ли в урон может вести, непонятно. Еще через несколько дней Безобразов обнаруживается в городе Дальнем, и местный чиновник Министерства Финансов оттуда доносит, что Безобразов явно человек совершенно пустой, но все ждут его с большим нетерпением, и особенно восхищены тем, что Безобразов имеет смелость критиковать Министерство Финансов и даже самого Витте за вот эту его мягкотелую политику на Дальнем Востоке. Слухи об этих похождениях достигли и столицы. Вот, например, светская львица Александра Богданович фиксирует их в своем дневнике. Безобразов такой взбалмошный человек, такой шалый, что от него все станет, что он может легко устроить войну. А какие полномочия ему даны царем, какое ему оказано доверие. И все это, естественно, крайне бесит профессиональных чиновников. Ну, то есть, министра финансов Сергея Витте и военного министра генерала Куропаткина. Куропаткин вступает в естественный союз с Витте, и, к тому же, Куропаткин хорошо понимает, что силу русской армии на Дальнем Востоке вообще-то недостаточно. И в случае войны снабжать ее будет очень тяжело. Откровенно говоря, он вообще в принципе против военного конфликта. А новости тем временем приходят все офигительнее и офигительнее. В марте еще один член Безобразовской компании, контр-адмирал Абаза, известил генерала Куропаткина о желании императора увеличить количество солдат в долине реки Елу с 300 до 600 человек. И Куропаткин очень удивляется, потому что он вообще не был в курсе того, что там есть русские солдаты в принципе. Причем по плану солдат должны были переодеть в гражданскую одежду, и они у нас будут изображать лесорубов. Куропаткин сумел Безобразово немного переиграть и предоставил только 40 человек вместо 300. Но дополнительно к этому Безобразов предлагает сформировать отряд из хунхузов в 3000 человек для тех же самых целей. Кто такие хунхузы? Хунхузы это китайские разбойники. Они в основном занимались тем, что нападали на села и на купцов, которые грузы перевозили. И, конечно, к боевому делу они привычные, вроде как, но вообще-то вряд ли стоит рассчитывать на их верность. Короче, Куропаткин пишет в дневнике. Безобразов все старается об организации эксплуатации богатств Маньчжурии. Но стоит ли это дело ставить для России превыше всего? Наша Россия, Кавказ, Сибирь еще полны огромными естественными богатствами и все это лежит пока без движения за недостатком знания, энергии и капитала. Мы недостаточно культурны, чтобы воспользоваться богатствами, лежащими у нас под носом, а нас призывают отвоевывать у иностранцев богатство в Маньчжурии. Кому это нужно? России? Совсем нет. России много дела и у себя дома, и много задач предстоит решить, и задач тяжких, кое много важнее лесного предприятия на реке Елу. В общем, Витте отправляет на переговоры с Безобразовым своего главного агента в Китае Дмитрия Покатилова. Покатилов телеграфировал в Петербург, отчитываясь о своем первом разговоре с Безобразовым в том смысле, что Безобразов, конечно, очень много и очень охотно разговаривает, но трудно оценивать его всерьез. За два дня переговоров Покатилов сумел все-таки выяснить основную идею Безобразова. Зачем мы все это делаем? Что вообще происходит? Идея такая. Под видом коммерческих предприятий мы создаем в Северной Корее и по реке Елу сплошной вооруженный заслон, который способен защитить Маньчжурию и Владивосток от японцев. Я напомню на всякий случай, что Маньчжурия это вообще часть Китая. Кстати, что там насчет наших войск, которые как-то пьют чай и никак из Маньчжурии не выходят? Что с ними делать? Ну, Безобразову кажется, что, конечно, войска не стоит выводить вообще. Пусть там остаются. А о таких мелочах, как договоры с китайцами, вообще беспокоиться не стоит. Озабоченность Великобритании, США и Японии этим вопросом он, видимо, вообще в расчет не принимает. Да, и при этом Безобразов не занимает никаких должностей. Он формально частное лицо. Ну, и на всякий случай, чтобы у вас не оставалось иллюзий об экономической успешности лесных концессий на реке Елу, Безобразов обещал за 1903 год принести 5 миллионов рублей прибыли в казну, а в следующем в 1904 году 10 миллионов рублей. В действительности за 1903 год фирма смогла загрузить лесом только один из двух зафрахтованных кораблей. А для второго пришлось покупать лес в Америке. В тот момент, когда Безобразов совершает свое турне вот это по Маньчжурии и сорит деньгами там, на вилле Мурин-Ан в Киото происходит совещание высшего руководства Японии. На совещании тогда сторонники мирного соседства победили ястребов, которые желали войны с Россией. И вот о чем договорились на этом совещании. Если Россия откажется выводить войска из Маньчжурии, то мы заявим протест. Дальше с Россией надо начать переговоры по корейскому вопросу, чтобы добиться безоговорочного признания прав Японии в Корее и уступить России точно такие же права в Маньчжурии. И вот сразу же после этих переговоров в Токио узнали о миссии Безобразова и об активизации русских на Елу. И направление ветра в Японии сразу же поменялось. Сторонники переговоров с Россией как-то приуныли, а милитаристы, которые считали столкновение с Россией неизбежным, вошли в силу и Япония начала планировать войну. 7 мая 1903 года уже в Петербурге прошло совещание у царя по поводу политики в Маньчжурии. И вот просто оцените состав этого совещания. Николай II император всероссийский, Сергей Витте министр финансов, министр иностранных дел граф Владимир Ламсдоров, министр внутренних дел Вячеслав Плеве, Александр Безобразов ротмистр в отставке, частное лицо, генерал Константин Вогак, это генштабист, он курирует вообще разведку на Дальнем Востоке, но он состоит на зарплате у Безобразова. И Абаза, чиновник, контр-адмирал, тоже член компании Безобразова. И вот на этом совещании Николай II сообщает министрам, что в политике начинается новый курс. И этот новый курс заключается вот в чем. Сейчас будет цитата, это цитата вообще-то из телеграммы адмирала Алексееву на Дальний Восток, но эта телеграмма была составлена по результатам совещания. Итак, что у нас готовится? В минимальный срок и не останавливаясь перед нужными расходами, поставить нашу боевую готовность на Дальнем Востоке в полное равновесие с нашими политико-экономическими задачами, дав очевидное для всех доказательство решимости отстоять наше право на исключительное влияние в Маньчжурии. Граф Ламсдорф пришел в состоянии близкой к Шоковому и чуть позже попросил отставки. Отставку не приняли. А на Дальнем Востоке начали происходить просто тектонические изменения. В конце июля Николай II создал новую должность наместника его императорского величества на Дальнем Востоке и передал ее адмиралу Евгению Алексееву. А этот адмирал у нас сторонник самых решительных мер. А еще в середине августа с поста министра финансов был снят Сергей Витте. То есть человек, который до этого рулил российским проникновением в Маньчжурию и был сторонником мирной и мягкой политики. После этого военный министр Куропаткин тоже стал задумываться об отставке. Ламсдорф вообще впал в депрессию. И в обзоре ситуации в июле 1903 года офицер британской разведки подполковник Уингейт писал, «Русские совершенно серьезно намеренно постепенно устанавливают свое господство на этой территории, пока силой обстоятельств она не станет русской провинцией. Возрастание роли России как главной политической, а в будущем и руководящей силой в трех восточных провинциях Китая обеспечено по крайней мере до тех пор, пока другая сила не вытеснит ее вооруженной рукой». И когда в сентябре 1903 года Россия в очередной раз сорвала срок вывода своих войск из Маньчжурии, Япония решила, что, похоже, договориться с Россией о разделе сфер влияния не получится и что Россия, кажется, что-то готовит. Тогда в Японии начали прямую подготовку к войне. И в январе Нового 1904 года Пекин приказал адмиралу Того взять курс на Порт-Артур. Витта писал в поздних воспоминаниях «Государь этой войны не хотел, это верно, но по внушению банды авантюристов безобразов и компании он полагал, что может предписывать свои условия и желания и что если Япония и Китай не подчиняются, то это потому, что мы с ними церемонились, с ними можно действовать, только внушая страх и не делая уступок, если же и сделать какую-либо уступку, то как милость белого русского царя». Одним словом, я войны ни за что не начну, а они не посмеют, значит, войны не будет. Министр Куропаткин совершенно открыто обвинял именно Безобразова в начале этой войны. Ну, а после революции 1905 года о лесных концессиях на Елу и о Безобразовской клике впрямую просто писали газеты и журналы и в результате какую мы не возьмем историческую книгу или статью о причинах начала русско-японской войны, мы там встретим фамилию Безобразова. Не кажется ли вам удивительным, что первыми обвиняют Безобразова в начале войны именно Витте и Куропаткин? Витте это человек под чьим непосредственным контролем проходило освоение Маньчжурии части Китая и который привлек для охраны Китайско-Восточной железной дороги вооруженные силы Российской империи. Во время Витте на проекты в Маньчжурии было потрачено не 2 миллиона рублей, а гораздо гораздо больше. А Куропаткин это военный министр и он будет дальше главнокомандующим армией в войне с Японией. А теперь давайте вспомним кто такой в сущности гвардейский ротмистер Александр Безобразов. Это у нас не особенно сообразительный авантюрист с мешком денег, компания которого за год нарубило лесу в Корее аж на целый корабль. На один корабль. Я бы сказал, ротмистер Безобразов оказался крайне удобным стрелочником вообще для всех. У него нет никакой высокой должности. Ну, кстати говоря, ему должность все-таки в какой-то момент дали, ему дали должность статс-секретаря, ну, потому что совсем неудобно, если это частное лицо, но и это назначение было экстраординарным, конечно. Он птица невысокого полета. У него там есть, конечно, какие-то соратники, но в целом никакой политической силы за ним нет. Скорее, некие политические силы использовали его самого, но в любом случае Александра Безобразова никому не было жалко, а вместе с этим слава о его похождениях распространялась с невероятной скоростью. История о Безобразовской клике была удобной просто всем. Профессиональным чиновникам, чтобы показать, что надо доверять им, а не каким непонятным приятелям из гвардии. Она была выгодна позиции, чтобы продемонстрировать, каким образом вы посмотрите, в стране принимаются решения. Она была выгодна военным, чтобы списать поражение. Ну, действительно, поражение всегда сирота, в данном случае сиротой назначили Безобразова. Но кто ж тогда виноват, что война началась? И, конечно, я не назову Витта и Куропаткина. Они абсолютно ясно с самого начала выступали за то, чтобы не накалять ситуацию ни с кем и выводить войска из Северного Китая, чтобы понять, почему началась война, давайте я вам просто обрисую, кто вообще на Дальнем Востоке за что отвечает. Приготовьте, сейчас будет душновато. Значит, смотрите. Во-первых, у нас есть приамурский генерал-губернатор Диан Суботич. Это главное должностное лицо на российском Дальнем Востоке. У генерал-губернатора у этого в руках и военная, и гражданская власть в регионе. Во-вторых, у нас есть адмирал Евгений Алексеев. Он глава Квантунской области. Квантунская область это китайский регион, который арендовала Россия. И еще этот Евгений Алексеев командует Тихоокеанским флотом. И он выступает за силовое решение проблем. Третье. У нас есть Сергей Юльевич Витте, министр финансов. Под его контролем находится Китайская Восточная железная дорога и охрана Китайской Восточной железной дороги. А охрана там это фактически казачьи подразделения. И вот то, что министр финансов по сути руководит вооруженными силами, это бесит военных. Есть еще военный министр Куропаткин. И вот охрана Китайской Восточной железной дороги ему не подчиняется. Тихоокеанский флот, в смысле адмирал Алексеев, тоже ему не подчиняется, потому что для этого есть морской министр, а Куропаткин у нас министр военный. Но Куропаткин отвечает за войска в регионе. Правда, не за все, потому что за войска в Преамурском генерал-губернаторстве отвечает генерал-губернатор Суботич, а Суботич подчиняется непосредственно монарху, и военный министр ему не указ. И тут, я надеюсь, вы запутались. И да, именно в этом-то и суть. Тут, на Дальнем Востоке, много центров силы. Никто никому не подчиняется, и у всех свои интересы и свои идеи. И будьте уверены, что больше всего всех волнует, как расширить свои полномочия и как подгадить врагу. А на японцев, китайцев и корейцев в сущности всем просто плевать, потому что, ну блин, ну кто-то такие просто корейцы, японцы, китайцы. Да, и это все, я замечу, было так до прибытия Безобразова. А вот Безобразов, по сути, вообще никому не подчиняется. Он не встроен во властную иерархию, у него свой частный проект и 2 миллиона рублей, и широкий полномочий от императора. А насколько широкий, вообще никто не знает. Короче говоря, путаница во властных полномочиях была такой очевидной, что Николай II в какой-то момент решил даже разрешить все эти противоречия одним ударом. И вот в июле 1903 года он создал особое наместничество на Дальнем Востоке, поставил во главе этого наместничества адмирала Алексеева, а Витте уволил с поста министра финансов. Теперь у нас адмирал Алексеев управляет и всем регионом, и войсками в этом регионе, и еще и техокеанским флотом. Кажется, что проблемы субординации наконец-то решены, но нет, проблемы добавились, потому что, во-первых, Алексеев как не подчинялся военному министру Куропаткину, так и продолжил ему не подчиняться, а еще Алексееву дали право вести дипломатические переговоры с Китаем, Японией и Кореей, и Министерство иностранных дел теперь уже такое, а мы что, шутка для вас, что ли? как насчет нас? В общем, нет, простите, Николай Александрович, разрулить клубок противоречий, как-то не сказать, чтобы у вас получилось. И вот в результате этого административного хаоса не получалось главного иметь для японцев хоть какие-то внятные требования и уступки. Японцы, вообще-то, очень хотят разделить сферы влияния с Россией, но если посмотреть со стороны японцев, во-первых, Россия какой-то внятной политики не имеет, кроме той, что она хочет захватить как можно больше территории. Во-вторых, войска что-то никуда она не спешит выводить, и, наверное, она к чему-то готовит эти войска. И, в-третьих, мнение Японии и, как бы, позывы Японии к переговорам абсолютно игнорируются. Значит, войска у нас никуда не выходят, предложения Японии остаются без ответа, и вот даже у нас относительно миролюбивый и договороспособный вид-то уходит, а на его месте у нас теперь милитарист, адмирал Евгений Алексеев. Знаете, стоит тут призадуматься. И вот тут вопрос. А что безобразов? Так вот, вся эпопея безобразова проходила только весной 1903 года. К началу лета два миллиона, которые были выделены правительством, закончились. Николай II, увидев результаты, точнее говоря, не увидев результатов, охладел к бывшему любимцу, денег безобразов больше не получил и вообще всякое влияние на дела потерял совершенно. Ну и в общем-то, если мы попытаемся понять причины нападения Японии на Россию, то нужно поглядеть не в воспоминания Витте, где он говорит «это безобразов во всем виноват», и не в дневнике Куропаткина, где он говорит «это новых листаков», он никому не подчиняется. Нужно посмотреть в японские документы. А в японских документах список обид будет очень длинным, конечно, тут и аренда Порт-Артура, потому что японцы считают, что Порт-Артура вообще-то им должен принадлежать, но в первую очередь среди причин это отказ выводить войска из Северного Китая и игнор предложений о разделе сфер влияния. Лесные концессии безобразов японцев интересовали крайне мало. Барон Розен, это российский посланник в Токио, прямо писал, что японское правительство не обращало особого внимания на этот лесхоз несчастный. Вопрос лесной концессии на реке Елу не поднимался и даже не упоминался в ходе переговоров предшествовавших войне. Поэтому обвинение в том, что он послужил непосредственной причиной разрыва отношений с Японией ни в коем случае ничего не значит. Почему же тогда началась война эта? Ну, во всяком случае, не из-за концессии на реке Елу. Тут у нас две державы, одна огромная, старая, тяжеловесная и довольно душная, а другая молодая, дерзкая такая и очень желающая войти в клуб мировых держав. И вот эти две державы делят чужие территории, вводят туда свои войска, строят железные дороги, скупают земли, открывают банки и захватывают порты. Витте, как бы он не выгораживал себя, в этом смысле мало отличался от прочих, но он просто действовал осмотрительнее. Япония хотела твердого разделения сфер влияния. Вам Маньчжурия, нам Корея. А Россия, грубо говоря, сама не понимала, что хотела. Чиновники тянули одеяло на себя, Николай то одобрял действия Витте, то провозглашал новый курс, но в любом случае никто в России всерьез не воспринимал японцев. И, как вы понимаете, зря. Тем больший шок пережила страна, потеряв порт Артур, весь свой флот под Сусимой и проиграв Мукденское сражение, потому что никогда не стоит недооценивать врага. Рубрика «Чтобы послушать». Второй раз вам рекомендую подкаст «Кава-Чай», который ведут российский журналист Алексей Пономарёв и украинская журналистка Аня Филимонова. Почему я вам его рекомендую? Потому что они позвали меня в межсезонье «Заката империи» в гости к себе, чтобы поговорить о маленькой победоносной русско-японской войне и первой революции 1905 года, чтобы попытаться сравнить ту ситуацию с нынешней. Ну и что из этого всего вышло, вы сможете узнать в выпуске. Ссылка в описании этого эпизода. С вами был Аксёнов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мной готовили Катерина Серебренникова, редактор, Дмитрий Которогин «Фактчак», Семён Аксёнов «Работа со звуком». До встречи через неделю. Семён Аксёнов Toys из vortex